Сегодня у нас в гостях доктор Кэролин Морокко. Она объяснит нам, что такое окисление, и поможет понять, как антиоксиданты сводят к минимуму его вредного воздействия. Рады видеть вас, доктор Морокко. Добрый день. Что же такое окисление, и как нам его избежать? Окисление – это природный естественный процесс. Например, у металла – это ржавчина, у пищевых продуктов – гниение или порча. В нашем организме окисление происходит во время выработки энергии. В результате возникают побочные продукты. В основном – вредоносные свободные радикалы. Свободные радикалы – это часть процесса окисления? Да, вообще структура молекул сбалансирована. Но теряя электрон в процессе окисления, молекула ворует его у здоровых клеток, чтобы возместить потерю. В результате возникают свободные радикалы, которые наносят вред клеткам и тканям организма. Свободные радикалы находятся везде. Вот почему такой мощный антиоксидант, как микрогидрин, необходим каждому, кто хочет быть здоровым. То есть антиоксиданты могут уменьшить вред, нанесённое окисление, и не просто уменьшить. Хочу показать вам, как можно остановить и даже повернуть вспять этот процесс. Свежий фрукт, например, яблоко, состоит из живых клеток. Мы все знаем, что происходит с недоеденным яблоком. Я подготовила три таленки, в каждой из которых находится равное количество нашелкованного яблока. Содержимое одной из них я добавила микрогидрин. Но ведь вы говорили, что окисление – это нормальная составляющая процесса старения. В целом это правда. Однако сегодня наши тела и снаружи подвергаются атаке вредных факторов, таких как загрязнение окружающей среды, лекарства, химические вещества в пище. И вред от свободных радикалов настолько возрастает, что возникают усталость и многие опасные заболевания. Даже физическая активность сопровождается окислением. Это повышает риск клеточного разрушения. Как мы видим, содержимое двух тарелок в довольно неприглядном виде. А вот в тарелке с микрогидрином натертое яблоко все еще выглядит свежим. А вот что произойдет, если я добавлю немного микрогидрина в другую тарелку. Несмотря на то, что яблоко здесь уже потемнело, микрогидрин сможет остановить процесс порчи. На самом деле? Да, и не просто остановить. Спустя некоторое время микрогидрин возвращает яблоку в первоначальный золотисто-желтый цвет. Невероятно! Яблоко на первой тарелке не испортилось. На второй выглядит почти так же хорошо. А вот содержимое третьей тарелки выглядит не очень привлекательно. Эксперимент с яблоком продемонстрировал силу антиоксидантов, а нам микрогидрин дарит большой заряд энергии, выносливость и заботится о восстановлении организма. Если микрогидрин так быстро воздействовал на яблоко, вы только подумайте, что он может сделать для нашего организма. Доктор Марокко, огромное вам спасибо за этот наглядный пример. На здоровье! Мы желаем всем вам бодрости, энергии и активного долговекия.